Суровая забайкальская зима – самое хлебное время года для карманников. Ведь одеты и в толстые шубы, и пуховики-четинцы зачастую даже не чувствуют, как воришки орудуют в их сумках и карманах, особенно когда они штурмуют долгожданную маршрутку. Буквально на днях жертвами карманников едва не стали двое пассажиров маршрутного такси. За спасенные имущества они могут благодарить молодого человека, проходящего стажировку в полиции. Будущий сраж порядка, заметив покушение на преступление, не растерялся и принял к злоумышленникам меры. Заходил в маршрутку, было много народу. Получается, ну, создавали давку в маршрутке. Один, прикрываясь пакетом, в пакете был жесткий, ну, каркас такой, прикрываясь пакетом, начал залазить в сумочку. Я это все видел, наблюдал. Когда начали подъезжать к остановке, я им просто сказал, что они поедут со мной, я из полиции. Достал удостоверение и показал. Впрочем, так везет далеко не всем читинцам. С начала года в Краевом центре почти 700 человек пострадали от действий карманников. Причем, больше всего таких преступлений совершается на центральном рынке, в магазинах самообслуживания, в троллейбусах и, конечно, маршрутках. Узнать потенциального карманника, уверяют полицейские, несложно. Как правило, это молодые люди 18-23 лет, имеющие при себе пакет или сумку, которую используют в качестве ширмы в момент совершения кражи. К тому же у них бегающий взгляд.